То обстоятельство, что списки являются изменяемыми объектами, создает определенные особенности, которые необходимо учитывать, когда вы работаете со списками. Давайте посмотрим, что происходит, когда вы осуществляете присвоение списков. Пусть у нас есть переменная a, в которую мы записали значение списка, состоящего из трех элементов. И дальше давайте в переменную b запишем список a. Чему сейчас равны a и b? Если мы попробуем вывести список a и список b, то мы увидим, что оба раза выводятся одни и те же значения. Список из трех элементов. Давайте теперь попробуем в переменную a первым элементом списка сделать число 42. Если мы после этого выведем значение списка a на экран, то вполне ожидаемо увидим, что первый элемент изменился, остальные два элемента остались нетронутыми. Интересно, что если мы попробуем вывести список b, то увидим, что тоже значение первого элемента в списке b изменилось и стало равным 42. Хотя, казалось бы, мы явно список b не меняли. Почему так происходит? Для того, чтобы понять, почему так происходит, давайте вспомним, что вообще происходит при присвоении. При присвоении, когда у нас есть, скажем, первая наша операция присвоения, происходит буквально следующее. Где-то в памяти компьютера создается объект, являющийся списком из трех элементов, из элементов 1, a, 2, и переменная a маленькая ссылается на этот объект. Когда мы производим второе присвоение, то переменная b связывается с объектом, с объектом, на который указывает переменная a, то есть b указывает на тот же самый список. И поэтому, когда мы изменяем значение a с индексом 0, мы на самом деле изменяем сам список. Здесь вместо числа 1 мы записываем число 42. И видим, что обе переменные, и a, и b, указывают теперь на новый измененный список. Аналогично произойдет, если мы с помощью переменной b изменим список. Мы можем во второй элемент с индексом 2 списка b записать число 30. При этом поменяется список, и мы это изменим, увидим, обратившись и к переменной a, и к переменной b, и к переменной b. То есть, если мы выведем print a, print b, то мы увидим, что оба списка теперь изменились. Такую особенность надо обязательно учитывать, потому что, имея несколько переменных, указывающих на один и тот же изменяемый объект, мы можем случайно изменить значение переменной, которую мы, казалось бы, не трогали. Это надо обязательно учитывать.